Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протсветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. Сейчас в разгаре сезон заготовок и сегодня я хочу поделиться с вами рецептом соленых бочковых огурцов. Соленые огурцы гораздо полезнее закатанных, маринованных, ведь в них не содержится уксус. Соленые огурцы это продукт брожения, квашения. В процессе действия молочной кислоты такие огурцы готовятся и очень полезны для нашего организма. Употребление соленых огурцов благоприятно влияет на пищеварительную систему, ускоряет процессы метаболизма, а также нормализует аппетит. Для засолки подойдут любые огурцы, и большие, и маленькие. Большие огурцы соленые можно использовать затем для приготовления рассольника, а маленькие просто употреблять в пищу, например, жареным картофелем либо отварным. Для квашения не стоит лишь использовать огурцы салатного типа. Например, такой сорт, как зазуля. Такие огурцы в банках становятся ватными, невкусными, и они подходят только для приготовления свежих салатов. Итак, хоть эти огурцы называются и бочковыми, однако приготовить их можно в обычных трехлитровых банках. На трехлитровую банку нам понадобится примерно килограмм-полтора огурцов, зелень, это хрен, это листики смородины, вишни, несколько зубчиков чеснока, затем 100 грамм соли и примерно полтора литра воды. Предварительно банку надо хорошо помыть и просушить. Затем огурцы замачиваем в воде на несколько часов, чтобы они стали более тверденькими. А если вы их вырвали сразу из грядки, то их достаточно просто помыть и можно даже не замачивать. На дно банки помещаем несколько листочков хрена и несколько зонтиков укропа, другую зелень и чеснок. Затем отрезаем кончики огурцов ножом и ставим их вертикально в банку. Затем опять немножко зелени и обратно огурцы, так наполняем банку доверху. Затем готовим соляной раствор. 100 грамм соли растворяем в обычной холодной воде и заливаем нашу баночку огурцов. Сверху листик хрена, чтобы не образовалась плесень и закупориваем плотно обычной пластиковой крышкой, капроновой крышкой. Такую банку ставим в кладовку, либо в другое помещение темное, примерно на 5 дней. За этот период будут идти процессы брожения, квашения. Через 5 дней у нас появится мутный рассол, а огурцы немножко потемнеют, станут такого желтовато-коричневого цвета. Значит они уже засолились, готовы. Процессы брожения заканчиваются. Весь этот рассол нужно взять и слить, промыть огурцы чистой водой и приготовить новый соляной раствор. Опять же 100 грамм соли размешиваем с водой и заливаем новым чистым рассолом огурцы. Это делается для того, чтобы огурцы в процессе хранения у нас не закисали и были тверденькими, не были мягкими. Потому что если оставить старый рассол, огурцы могут стать мягкими, ведь рассол получится слишком кислым и огурцы будут плохо храниться. Поэтому обязательно меняйте раствор, чтобы огурцы хорошо хранились. После того, как мы залили данным раствором огурцы наши, опять же закрываем крышкой и заносим банку на хранение в холодный погреб. Таким образом приготовленные огурцы будут храниться вплоть до нового урожая и останутся весь сезон хрустящими. Обязательно попробуйте приготовить огурцы таким способом и вам они очень понравятся. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok